В гостях утро Донбасса Черкова Вероника, студентка первого курса кафедры Государственного Управления Луганского Государственного Университета имени Владимира Даля. Доброе утро! Вероника, я так понимаю, вы к нам пришли на программу с очень интересной темой. Вы финалистка в 8-м международном молодежном фестивале конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы-2023». Что из себя представляет фестиваль, как вы туда попали и как вы стали финалисткой? Сам по себе фестиваль берет свое начало еще с 2012 года, когда в свет вышел трехязычный сборник стихов и поэтических переводов «Крылья надежды», созданный авторами из России и Беларуси. Далее с 2016 года начали проходить именно сами фестиваль-конкурсы. Мне же пришло письмо на университет с приглашением поучаствовать, а так как я давно занимаюсь поэзией, то я решила себя попробовать и вот получилось так, что я прошла в финал. То есть вы до этого занимались поэзией, в вашем университете об этом знали, естественно, и поэтому вас пригласили. Да, я еще со школьных лет писала, участвовала во многих конкурсах, даже выигрывала гран-при, и в университете также об этом знали. Скажите, пожалуйста, а с чего в принципе сам фестиваль начинался, как это все проходило? То есть это онлайн или вы ездили куда-то? Нет, это все было онлайн, нужно было подать заявку, рассказать о себе, приложить свои стихотворения и отправить на почту. Далее пришло письмо о том, что я прошла во второй этап, и во втором этапе нам прислали подстрочники, то есть дословные переводы стихотворений из кабардино-черкесского и английского языков, а нам лишь нужно было сделать литературный перевод из того, что было. То есть из конкретных слов перевода вы делали полноценный стих, чтобы все в рифму было. А сколько времени это все занимало? Трудно? Ну, так как их было много, то у меня ушло на это практически месяц. Ого, то есть это не один стих. А сколько примерно работ вы переводили? С кабардино-черкесского около пяти было и еще парочку с английского языка. Ну, это достойно на самом деле. А скажите, вот помимо вас из нашей республики кто-то еще принимал участие? Возможно, ваши знакомые или люди, с которыми вы учились? Ну, моих знакомых там не было, но в числе финалистов я видела еще как минимум троих людей с Луганской народной республики и с Донецкой народной республики тоже. Так, а скажите еще такой вопрос. По окончанию фестиваля, если вдруг вы станете победителем, на что мы рассчитываем? Мы за вас будем держать кулачки. Какой приз, какие перспективы в принципе открываются, что дает победа в этом фестивале? Ну, в принципе, на финал, когда приезжаешь, там есть презентационная программа, то есть я смогу выступить в одной из школ Неклиновского района Ростовской области со своим творчеством. Также выйдет сборник, куда я войду. И в принципе, это расширит мой кругозор. У меня появится больше связей и больше путей для реализации своего творчества. А скажите, вы вообще как пришли в поэзию? С чего все начиналось? Ну, это начиналось еще, наверное, когда я была в классе в третьем, четвертом. Меня просто попросили, ну вот, есть конкурс для детей, попробуй, может быть, получится. Ну да, я попробовала, заняла первое место, и с тех пор оно все вот так вот пошло, и я начала участвовать во многих фестивалях. То есть дебют начинался именно с первого места, вас это еще больше пробудило огонь о желании творить. Что больше всего для вас является вдохновением сейчас? На что больше обращаете внимание? Ну, в последнее время я больше пишу про патриотическое воспитание, потому что, учитывая то, в каких мы условиях живем, и в принципе, эта тема ближе всего ко мне, вот этот вот патриотизм. В этом году, 9 мая, мне выпал такой шанс побывать на параде в Республике Беларусь, в Минске, и это прям было очень достойно. И я потом зачитала свои стихотворения, посвященные вот именно 9 мая, Великой Отечественной войне, и это еще больше меня вдохновило. Вы прочитали стихотворение, непосредственно участвуя в параде, либо там после на каком-то концерте, как это происходило? После парада, когда вот мы собрались все вместе за круглым большим столом на ужин, и я смогла прочитать свое стихотворение. Чисто из-за интереса, как вы попали на парад в Беларусь? Я участвовала в форум молодежи союзного государства, который организовывали члены президиума из Республики Беларусь, и вот я от университета в делегации Луганской Народной Республики смогла туда поехать. А скажите, когда вы пишете стихи, или это проза, что это больше? Может, поэзия в каком направлении, из чего вообще начиналась именно у вас? В принципе, я могу писать как стихотворение, так и проза, но стихотворение все-таки как-то ближе. И вот все начиналось еще давно-давно. Но с какого направления? Возможно, вы писали о любви, о природе, может, что-то связанное с сказками? Что было для вас вдохновением изначально? Самым первым моим стихотворением, так кажется, было стихотворение про церковь, потому что это был какой-то церковный конкурс. Вот. Дальше уже я писала про свой город, и сейчас я больше пишу о войнах, о патриотическом воспитании молодежи. А скажите, можете ли вы нам прочитать что-то из своего творения? Да. И в шахтах закаляешь их отлично. А наши праздники, пиры, а не застолья, поют здесь так, что глохнут соловьи. И небо голубее и просторней, такого во всем мире не найти. Но вдруг, в один погожий летний вечер, на город мой упал войны снаряд. Тот час же поднялись врагу навстречу твои сыны, плечом к плечу стоят. И ты боролась, родина, страдала, дышала пеплом, плавилась в огне. От гусениц и взрывов содрогалась, и шрамы оставались на траве. Ты выжила и стала еще краше, с Россией судьбы на века сплелись. Луганщина, победа будет наша, не сломлен русский дух детей твоих. Слушайте, ну это очень здорово. На самом деле, максимально сильное стихотворение, слова очень цепляют. Даже сразу и не поверю, что написала достаточно молодая девушка. Спасибо. Это очень круто, правда. Вы на меня произвели впечатление. А скажите, как родители ваши относятся к вашему увлечению? И что для вас это больше увлечение, хобби? Может, вы в дальнейшем хотите связать жизнь с поэзией, с стихотворениями? В принципе, для меня это скорее больше хобби. Я хочу просто писать для себя, для каких-нибудь конкурсов. Но именно, чтобы делать основной сферой деятельности, я об этом не задумывалась. А родители, ну они меня всегда во всем поддерживали. Здесь не было исключения. Скажите, вот этот талант, может, от кого-то в семье передался. Писали ли у вас ранее стихи в вашем роду кто-то? Ну, у меня мама писала когда-то. Так, в принципе, все у меня, вся семья – это деятели науки, а не творчество. А вы вот такая творческая получились. Но в любом случае, вами гордится семья, я думаю. А вот скажите, как ваши друзья, одноклассники относятся к вашему хобби, поддерживают? Может, просят для них что-то написать? Или читаете ли вы часто, когда прогуливаетесь с друзьями? Ну, мои друзья никогда, конечно, не просили меня написать. Но в целом они меня поддерживали, болели за меня на разных конкурсах, фестивалях. Так, когда мы прогуливаемся, ну, если что-нибудь на ум придет, то да, я могу что-нибудь рассказать. Ну, то есть менее творческие вечера вы можете организовать, с друзьями посидеть, они вас поддерживают. А в принципе, как поэзия повлияла на вашу жизнь в целом? Какие выводы вы сейчас уже можете сделать, какие плюсы вынесли для себя? В принципе, поэзия, как и любой другой вид творчества, это выражение самого человека, его мировоззрение, отношение как к окружающей среде, так и к отдельным темам. Но для меня эта поэзия, в принципе, это то, что я могу выразить свою точку зрения в таком формате. И, в принципе, мне это очень нравится, и меня это все устраивает. А есть ли у вас любимые авторы, с которых вы начинали также свой путь, которые вас вдохновляли? Ну, вот как таковых именно поэтов стихотворной формы у меня нет. Возможно, это только Осадов или Есенин. А так, в принципе, я сама по себе вдохновляюсь и пишу. То есть события, люди, вот ваши вдохновения. Скажите, а какие у вас еще планы на будущее в дальнейшем? Опять-таки, я понимаю, вы участвуете сейчас в конкурсе «Берега дружбы». Надеемся на вашу победу. Спасибо. После конкурса какие еще планы, опять-таки, в литературном течении? Что бы хотелось вам, вашей душе творческой? Ну, я даже не знаю. Возможно, пописать просто для себя что-то. Возможно, это будет проза, попробовать написать что-то новое. А так, в принципе, ждать приглашений еще на какие-нибудь фестивали, конкурсы. Я всегда с радостью приму участие. Слушайте, ну, я бы с радостью еще что-нибудь послушала из вашего творчества, исполнения. Есть ли еще что-то, возможно, первое, с чего вы начинали, то, что вы можете вспомнить? Что такое детство, точно знает каждый. Но не каждый может ценность осознать. Малыши Донбасса о детстве все расскажут. Те, кто мог недавно детство потерять. Детство — это мама, аромат ванили, солнечные зайчики в кухне на столе. Но не флаг, в котором папу хоронили, и не красно-ржавое зарево огня. Детство — это море, бескрайнее, которое взрослее не сможешь разлюбить. Мы говорим спасибо тем воинам-героям, которые сумели нам детство сохранить. Вот это что-то такое более израильное. Слушайте, Вероника, на самом деле, правда, для вашего возраста очень сильные, очень тяжелые такие стихотворения, строки, которые заставляют задуматься, я надеюсь, и заставят задуматься взрослых, чтобы дети в дальнейшем больше писали, наверное, про солнце, сказки и, в принципе, про любовь. Но опять-таки спасибо вам огромное. У нас в гостях была Черкова Вероника. Я желаю вам творческих успехов, я вам желаю победы. И надеюсь, что мы встретимся с вами еще раз уже после того, как вы одержите победу. Расскажите, как это все было. Спасибо вам большое. В эфире «Утро Донбасса». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин